Начнем с простого, наверное, что что сейчас за кризис, есть ли он и как он живет. Потому что все рассуждают на тему того, что он самый страшный со времен Великой Депрессии. Ну и в этом действительно есть какая-то логика, потому что... Ну, сейчас посмотрим, почему. В декабре все было хорошо, в декабре доллар-рубль был 61, рынки были на исторических верхах, и все ждали того, что рубль будет укрепляться дальше, и все прекрасно, и нефть стоила очень дорого. Но оказался этот ужасный вирус, который, кстати говоря, в финансовые рынки очень не сразу опознали его заразованность, и то, что он очень похож на испанку. То есть виральность, один человек в среднем заражает четверых, такое было у испанки, и такое у нашего коронавируса нынешнего. И, в принципе, по всем моделируемым моделям и последствиям, он очень похож на то, что было вот ровно сто лет назад, с соответствующими негативными последствиями. Что сейчас происходит? Фактически сейчас весь мир на карантине, поэтому никто не работает. В Штатах очень много потерь работ. Вот если посмотреть на экран, то... Есть график, которым пугают все-всех, которого боятся все трейдеры, и никто не понимает, что с ним сейчас происходит. Вот это график с 2019 года, давайте посмотрим на него с начала времен. Максимум здесь будет с 1967 года. Вот это количество людей, которые подали в американскую систему заявление о том, что они потеряли работу. То есть в среднем он редко превышал за неделю 260 тысяч человек и что-то подобное. В начале апреля это было 7 миллионов человек. Это самый большой взрывной рост подачи на отсутствие работы в США со времен Великой депрессии. Почему так происходит? Ну, логично, потому что маленькие бизнесы закрываются, официантам некий где работать. Плюс это подразумевает некоторые субсидии от американского правительства. Поэтому людям выгодно подавать на поиск работы в Jobless Claim. Собственно, он всех и пугал. Никто не ждал такой цифры. Эта цифра поразила всех. В этот момент все рынки, когда эта цифра опубликовалась, начали очень истерично падать. И сейчас фактически что происходит, что очень ситуация похожая с точки зрения падения ВВП на Вторую мировую войну. Единственное отличие в том, что если тогда были разбомблены все заводы, все дома, фабрики и прочее, то сейчас просто нужно будет дуть пыль со станков и запустить это заново. Фундаментальный вопрос. Кризис вызван карантином. И самый большой страх в том, что то, что работало раньше, остановленное на какой-то период времени, оказывается в банкротстве. Невозможно будет собрать обратно этих же людей. Не будет такого же спроса, какой он был раньше. Не будет такого количества передвижений и прочего. Ну, наверное, самый очевидный вопрос, как меряются фондовые рынки и как это все происходит, это фондовые индексы. То есть сколько стоят акции? Акции – это будущие прибыли компании. Вот этот индекс показывает, что мир ждет таких прибылей у компаний в будущем за все время. Высоких, низких, маленьких. Вот мы сможем видеть график с 30-х годов, как он рос. То есть когда-то прибыли самых больших компаний в США были маленькими, потом они росли и выросли в 2000-м, все ждали очень больших. Потом случился кризис 2000-го года, они опять упали. Потом все опять верили и верили в то, что прибыли будут очень высокими в 2008-м году. Случился кризис, и они опять упали ожидания. И вот в момент декабря 2019-го года это был просто исторический максимум. Все считали, что компании будут суперприбыльными, будут приносить очень много денег. Но потом они упали, а сейчас они уже выросли обратно почти что на треть. И это странно. То есть получается, что у нас никто до конца не знает, сколько компаний приносит средств. Есть какие-то догадки, есть какие-то методы, каким образом государство пытается поддержать рынок. Вот, собственно, об этом и поговорим. То есть фактически вот это падение, оно обусловлено тем, что все понимают, что большое количество бизнесов закроется, что доходы упадут. И в какой-то момент все считали, что очень сильно. Потом подумали, что, ну, наверное, государство неплохо поддерживает, наверное, все будет временно, наверное, общее заражение каким-то образом будет спадать, скоро будет карантин снят, потому что уже существенно падают уровни заболевших новых. Ну, поэтому все постепенно начинают верить в то, что все улучшится. Так, собственно, что у нас происходит? Там вопрос есть, Миш, Мишенька, вопрос. А, давай. А я не вижу, у меня куда-то пропали. В чате. Я могу прочитать. Давайте. Прогноз? Да, нашел. Артур, Оксана. Прогноз большинства агентств. Несколько имеется. А, это утверждение. Да, 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 да. Да, 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 да. Именно это, ровно это и было. И вот, насколько я помню, в Блумберге консенсус был где-то на этом уровне, и был, по-моему, единственный аутлайер, который был на уровне, то есть единственный прогноз где-то на уровне шести или шести с половиной. Не все всегда, и все очень забавлялись насчет того, что вот какой магический человек так и угадал, что происходит. Да, мы тоже были в большом шоке. Так, что у нас происходит дальше? Да, что у нас, вот мы обсудили, что, в принципе, ситуация похожа на Великую депрессию. Люди потеряли работу, у нас существенное падение экономики станки не производят. Вроде бы как некому покупать товары. Каким-то образом все это дело нужно поддержать. Ну, и существенное отличие текущего положения дела, того, как принимается решение, ну, если очень верхнеуровнево, то это поведение центробанков. Сейчас всем раздают очень много средств. В России в меньшей степени, в Европе, в США в значительно большей степени. Вот, что меня больше всего интересовало, когда я был школьником, это что такое, что называется напечатать деньги. Вот, я бы хотел на этом кратко остановиться, что печатают деньги ЦБ, никакие настоящие бумаги никуда не отправляются, и ничто с ними не происходит. Просто на самом деле ЦБ дает кому-то деньги взаймы. Либо банком, либо государству. И все эти деньги взаймы, которые появляются на счету государства или банков, они происходят из ниоткуда. То есть государство занимает миллион рублей у центробанка, у государства появляется миллион рублей, которые оно может потратить, этот миллион рублей появился из ниоткуда. По идее, его когда-то вернут, но, скорее всего, не вернут. Поэтому вот ЦБ это что-то, где в подвале есть красная кнопка, на нее нажимают, и деньги появляются на счету того, кому ЦБ хочет дать взаймы. И идея в том, что как только все начали понимать, что закрывается огромное количество производств, люди теряют деньги, нужно каким-то образом поддержать спрос. С одной стороны, и стоимость активов с другой стороны. Но это более сложный вопрос, потому что, мне кажется, об этом неинтересно разговаривать. В общем, идея примерно в следующем, что люди покупают Кока-Колу на доллары. У людей нет долларов, потому что они потеряли работу. Но никто не хочет, чтобы завод Кока-Колы останавливался, потому что запускать его потом будет очень сложно, и людям будет плохо без Кока-Колы. Поэтому ЦБ создает искусственные деньги нажатием на кнопку и отправляет их людям или бизнесам, которые потом выплачивают их людям в виде их зарплат, хотя люди ничего не делали. Таким образом, искусственно поддерживается спрос, для того, чтобы сохранить реальный сектор экономики в каком-то плюс-минус балансе. Если просто печатать много денег, тогда будет инфляция. Товаров одинаковое количество, как было, так и есть. Денег стало больше, соответственно, цены вырастут. Но в данном случае, когда резко снижаются доходы, то есть денег в экономике стало меньше, такая раздача, она как раз и должна поддержать, и не дать всему оказаться в ситуации Великой Депрессии, когда это был принцип номино, и одни бизнесы подлились с другими бизнесами, и получалось, что это спиральный цикл, в котором все становится только хуже. Вот ровно как раз сейчас это и пытаются поддержать. Давайте я покажу еще один график. Это количество долларов в экономике США. И видно, каким образом появился как раз триллион долларов, который сейчас быстро был напечатан. Вот это график с 2014 года по 2020. Это просто количество долларов в США, которые есть в экономике. Если у нас в декабре их было 15 триллионов, то с момента марта-апреля у нас резко увеличивается количество до 17. Вот это как раз и есть те самые напечатанные деньги, которые в конце концов оказались у компаний, банков и даже людей, для того, чтобы компенсировать те деньги, которые они не заработали. Они созданы из воздуха, и они призваны дать людям возможность по-прежнему покупать ту Кока-Колу, которую они, к сожалению, не могут купить на заработанные доллары, потому что у них нет работы. Ну, если мы в России посмотрим на это, то у нас все стабильнее, потому что у нас нет такого прироста резкого напечатанных денег, потому что мы не можем себе этого позволить. Американская экономика может абсорбировать эти полтора триллиона долларов, инфляция не сдвинется. Если будет то же самое сделано в России, то у нас резко увеличится инфляция, к сожалению, из-за того, что у нас структурная экономика другая. Я честно скажу, что я этого до конца не понимаю. Я сейчас продаю то, что покупаю у людей, которых я уважаю, которые читали мне лекции, и на пальцах объяснить, наверное, не смогу. Ну, логика примерно такая. Да, то есть есть ЦБ, которые напечатали много денег, раздали их людям, бизнесам и компаниям. В США даже и в Германии распространена тема, когда людям просто перечисляются средства в случае, если их заработок, например, в США меньше 70 тысяч долларов в год, в Германии существенная поддержка фриланса. Ну, у нас такого, к сожалению, нет. Если посмотреть по России, количество денег в экономике, вот, Russia Money Supply, мы можем увидеть, что количество рублей, в принципе, в среднем как росло, так и росло. Ну, мы можем видеть конец декабря. Обычно у нас это вызвано кредитованием, в связи с тем, что у нас нужно быстро исполнить бюджет. Вот, в принципе, в конце каждого декабря есть такой спайк. Все пытаются активно исполнить бюджет и показать, что все деньги, которые были выделены, потрачены. А так, как тренд был, так тренд и есть. То есть у нас деньги не печатаются для поддержки экономики. Ну, наверное, поговорили о том, что происходит, как пытаются поддержать. Ключевой вопрос цена нефти. Почему она была отрицательная? И что случилось? Михаил, прошу прощения, можно перед тем, как мы перейдем к нефти, у меня будет вопрос обывательский. Меня зовут Артур, я там немножко пишу в чате. Да, да. Немножко удобнее. В отношении мер стимулирования монетарных. Почему Россия не может себе позволить допечатать денег? Или почему это неэффективно? Ну, я считаю, что к этому вопросу нужно обращаться с двух сторон. Почему это неэффективно? И почему это невозможно? И, как я это понимаю сейчас, это возможно вполне без достаточного увеличения инфляции. По крайней мере, сейчас расширился немножко таргет по инфляции. По-моему, самый большой спрайт между ожидаемым минимальным и ожидаемым максимальным значением. Тем не менее, очень низок, ключевая ставка по-прежнему 5,5. И был жесткий гайденс на то, что там ставка уменьшится. И, в принципе, наверное, у нас какой-то запас прочности, потому что мы разогнать чуть-чуть инфляцию есть. Вполне. Потому что мы сейчас на низах 14-го года. Ну, то есть, с 14-го года у нас самая низкая ключевая ставка. Второй аспект, почему мы могли бы это сделать, наверное, потому что у нас долг настолько низок, что мы можем себе позволить очень много, что взять на себя из обязательств. А вот другой аспект, почему это неэффективно, и почему неэффективна поддержка спроса за счет вертолетных денег. Вот этот вопрос несложно оценить. То есть, будут ли люди потреблять больше, если они на свои счета получат по 20-60 тысяч рублей. Ну, там разные. Навальный одно рекомендует. Пример американцев, которые получают 1200, по-моему, на счет каждого взрослого человека. Ну, понятно, что у них могут быть немножко другие цены и могут быть немножко другие возможности государства по поддержке. Там в России говорят, что это менее эффективно. И, как ты сам считаешь, почему хотя бы в легкой форме Россия не использует инструменты, которые используют в мире. Та же, например, Япония, которая большой фракшн своего ВП раздает прям напрямую. По-моему, самый высокий среди стран, который сейчас активно поддерживает. Там в Штатах он меньше. В Японии, по-моему, он самый высокий. Почему в России вообще не принимаются меры стимулирования? Хотя и страна может себе позволить. И эффективностью этого тоже может быть неотрицательная, по крайней мере. Ну, вот я даже почти что готов открыть РБК. И там, по-моему, первый заголовок о том, что господин Кудрин считает, что надо, в общем-то, как раз их раздать. Я с Кудрином очень согласен в этом плане. И вообще, зачем мы собирали сверхдоходы нефтянки, чтобы потом сидеть на этой кубышке и бояться их потратить? Очень спорная история. Как вы к этому относитесь в Збере? Мы считаем, что деньги в экономику надо заливать. Но важная оговорка в том, что все, что я говорю, не имеет ни в коей мере отношения к Сбербанку. Это мое сугубличие. Согласен, хорошо. Это суперважная оговорка, которую я не принес вначале. Но, в общем-то, я вот, я мешеходен. Я даже нигде не работаю. Это было вот случайно, что я рассказал, где я работаю. Вот. Да, действительно. Да, действительно, идея в том, что... Ну, то есть, идея в чем? Идея в том, что мы можем фактически даже не прибегать к инструменту печатания. Мы можем ослабить или бюджетное правило, или же мы можем взять средства из ФНБ, или же мы можем, соответственно, занять в бюджете. У нас наши ОФЗ разместятся даже без Центробанка. Ему не нужно будет их выкупать, потому что спрос на них есть, и он существенный. Почему так не делают? Ну, всем страшно, насколько я понимаю. Никому не понятно, сколько это продлится, и никому не понятно, сколько продлится низкие цены на нефть. И в моем понимании, когда принималось решение о развале ОПЕК+, которое принималось вот как раз до вируса, и когда еще не было понятно, насколько сильно все просядет, было принято решение, что вот есть ключевые экспортеры мы и Саудовская Аравия. Саудовская Аравия как раз поддерживает очень активно за счет, и она активно тратит свои резервы. Мы же все свои резервы активно копили с 2014 года. Я бы даже показал, на самом деле, мне кажется, это интересная штука. Давайте посмотрим, например, на внешние резервы России. Russia Reserve. Вот они, Russian International Reserve. И они у нас как раз с 2014 года ровно и росли. Да, вот они в 2014 году упали, и мы фактически последние пять лет и готовились к тому, что цены на нефть упадут. Хотя у Саудовской Аравии они падали. Ну, я не буду открывать вместе два графика, потому что будет немножко месси, но, да. Ну, насколько я понимаю, позиция нашего правительства заключается в том, что мы потенциально готовимся к конфронтации с половиной мира, поэтому изо всех сил стараемся удержать наши резервы. Вот. Есть какие-то меры, которые постепенно применяются сейчас? Насколько я понимаю, раздача бизнесом средств для выплаты зарплат, раздача дешевых кредитов, еще что-то, еще что-то. Да, средства могли... Да. Меры поддержки могут быть более активными. Сама по себе печать средств, печать денег у нас не сработает, потому что мы сравниваем сейчас... Ну, вот, сравнение с Японией, Европой и Америкой в случае печати средств и развивающимися рынками, она проблема в том, что у них потерялась практически трансмиссия между вливанием денег в экономику и инфляцией. У нас она все еще присутствует, более чем ярко выраженная. Почему так происходит? Ну, это сложный вопрос, это новая монетарная теория, которую я тоже не очень знаю, но как-то так получилось, что так работает, что ты можешь выпустить в экономику какое-то количество средств, и она их абсорбирует. У нас же в этом случае не нужно пользоваться инструментами долга, ФНБ, или же бюджетным правилам, да, которые более чем доступны, но их не применяют в случае из-за опасений о том, что потом будет хуже, а они будут нужны больше. Михаил, как я понимаю, структура нашей экономики и высокая доля экспортной ориентации экономики и тяжелая промышленность, она снижает существенную эффективность вливаний в экономику для поддержания спроса. Ну, то есть, просто нет смысла людям раздавать деньги, чтобы они что-то потребляли, потому что в стране-то потреблять нечего. Страна зарабатывает за счет того, что просто экспортирует сырье, ну, по сути, по многу. Ну, здесь, смотря на что мы смотрим, да, если мы смотрим на долю экспортной выручки, да, она действительно 80% от экспорта сырья. Если мы смотрим на внутренний рынок, ну, у нас марджинал, на самом деле, хотя бы по сравнению с Саудовской Аравией, доля именно нефтегаза. Да, это драйвер нашего экспорта. У нас другая проблема. У нас проблема в том, что у нас очень монополизированная экономика. И в любом случае, любой стимул, в конце концов, окажется в виде прибыли корпораций. Но с точки зрения, нет, если мы смотрим в долгосрочной перспективе, как я представляю себе, стимулирование экономики, роста экономики за счет спроса, здесь проблема с монополизацией. Если мы смотрим в текущий момент, я думаю, что здесь мало что нас ограничивает для поддержания текущего статуса КО. Это, скорее, больше опасения относительно следующих периодов, когда, возможно, будет хуже. И можем на ты, может быть, тут? Окей, хорошо, спасибо. Тебе спасибо. Еще что-нибудь? Нет, самое время подвести к сделке ОПЕК. Потому что мы потихонечку все равно про экспортную ориентацию нашей экономики и о том, что все-таки сделку ОПЕК развалили в первую очередь наши товарищи. Кто-то говорит, что конкретные амбиции конкретных руководителей конкретно одной государственной компании. И это хорошо было. Благодарили за весь март работы круглые сутки. Но в душе, возможно, даже он был прав. Не факт, что все получилось хорошо, но в этой позиции тоже была доля правды. Почему нефть была отрицательной? Давайте об игрушечном феномене поговорим, который почему-то всех очень интересовал. Меня спрашивало огромное количество людей, что произошло, почему так, почему так. Здесь надо поговорить о том, что финансовый рынок, он как-то складывался с течением времени и работает, в принципе, не всегда разумно и не всегда для всех понятно и очевидно. Фундаментальная вещь в том, что у нас есть, если кто-то хочет сделать ставку на стоимость товаров, для этого есть фьючерсный контракт. Фьючерсный контракт заключается в том, что ты сейчас с каким-то банком или брокером договариваешься о том, что через какое-то время ты поставишь ему нефть или купишь у него нефть, обычную настоящую физическую нефть на каком-то количестве кучи-бочек, которая будет поставлена, например, в определенный город в США. Вот, собственно, и есть фьючерсный контракт. В массе своей что происходит? Что люди покупают этот фьючерсный контракт, потом проходит какое-то количество времени, и они его продают кому-то. В итоге никаких реальных поставок не происходит. Что у нас происходило буквально неделю назад с нефтью WTI? Также еще есть очень распространенное мнение о том, что нефть не может стоить меньше, чем какая-то определенная стоимость. Например, потому что тогда не сойдется бюджет у России и Саудовской Аравии, и они тут же побегут снижать добычу, нефть вырастет, поэтому нефть не может стоить меньше, чем 20 долларов за баррель, ну просто никак. Так как всем будет плохо, ну и все считают, что это какое-то такое очевидное знание, которым все пользуются. Вот, исходя из того, что, по крайней мере, через наши руки прошло, и та аналитика, которая через наши руки была, ну то, что, по крайней мере, писал Goldman, самый лучший инвестбанк мира, как считается, то, что считали его аналитики, то, как они смотрели микроструктуру этого рынка, американские, ну и большое количество обычных инвесторов, они решили, что, о, нефть у нас стоит очень и очень дешево. Давайте мы купим себе немножко нефти, ведь она же точно подорожает, и потом мы ее продадим дороже. Это было сделано через большом количестве, через деривативы на деривативы, то есть через ETF, ну вот здесь, через деривативы, у которых была определенная структура. То есть огромное количество людей купило контракты на то, что им привезут нефть в какую-то определенную дату. И все бы было хорошо, если бы все внимательно читали эти контракты и понимали, что на самом деле происходит. И вот в какой-то момент наступил день, то есть за двое суток до того момента, когда им действительно должны были привезти нефть. И получается, что огромное количество людей имели настоящие контракты на то, чтобы эту нефть привезти им куда-то, я не знаю, ну вот в определенное место. А там не оказалось никакого ни хранения, ни возможности ее каким бы то ни было образом куда-то поставить или еще что-то. А за отмену этого контракта, обратный контракт, никто не готов был это понести на себя, потому что, ну, во-первых, на рынке был существенный дисбаланс в сторону покупки нефти, а во-вторых, все, соответственно, ждали момента, когда цена нефти пробьет эту точку бифуркации, насколько я понимаю. То есть, фактически, финансовый рынок встретился с реальностью, и вот эта вот встреча оказалась для всех неожиданной. И для того, чтобы хоть куда-то эта нефть могла быть поставлена, цены уже стали отрицательными, потому что все хранилища заполнены, нефть никому не нужна, особенно в данный момент. И когда происходит вот эта вот замена даты контракта, все и получилось отрицательным. На следующий день, когда данная проблема закончилась тем, что нефть нужно поставить именно завтра, а уже начал работать контракт на следующую дату, когда нефть можно будет поставить через три месяца, данная конкретная проблема вот в данный момент, что сейчас ее никуда невозможно поставить, была исчерпана, нефть стала стоить опять положительных денег. Ну, и фактически на этом существенные средства потеряли те люди, которые делали ставку на то, что нефть не упадет ниже, чем 20 долларов, потому что вся банкротится. Да, она упала, и да, она упала очень сильно, и это повлекло существенные потери. Даже там сейчас какие-то коллективные тяжбы готовятся на московскую биржу, что вот московская биржа закрыла контракты по отрицательной цене. Но это так работает. Это вот как раз момент кризиса в конкретной точке из-за динамики спроса и предложения, хотя на самом деле сделка ОПЕК произошла, и вот как раз с мая она и начинает действовать, насколько я себе это представляю. Да, то есть, почему нефть была отрицательной? Потому что было много спекулянтов, которые решили, что цена на нефть отрицательной не будет никогда, а в итоге она действительно оказалась отрицательной, потому что есть необходимость физической поставки, которая была невозможна. Михаил, можно я чуть-чуть добавлю? Я слышал, что доля торгуемой нефти, так называемой финансовой, ну или квазиконтракты, скажем так, составляет, например, 93% от общей массы торгуемой нефти. Всего 7% проходится на реальные сделки между покупателями и продавцами. И здесь важно понимать, что кризис, который ударил и существенно сократил потребление нефти вообще в мире, он также усугубляет эту ситуацию в части, ну, действительных поставок. И когда ты сказал про то, что финансовый рынок и как бы натуральный рынок, вот они сблизились и дальше рассказал о том, что люди, которые покупали контрактов и думали, что легко переложатся, получилось, что нет, не переложатся, потому что им и бесплатно не нужна эта нефть в натуральном выражении, ну, потому что негде хранить. А оказалось, что во всем мире негде хранить, и реально даже по отрицательным ценам, ну, там, начиная от нулевой цены, люди не готовы были врать в себя обязательства для того, чтобы где-то эту нефть похоронить. Куча, мы назовем их хамяки, набрали себе финансовых инструментов, в которых плохо разобрались, не прочитали контракт, поняли, что, в какой-то момент поняли, что если они сейчас этот контракт не продадут, то придется взять себе нефть в натуральном выражении, хранить по чайникам и холодильникам ее не очень удобно, и начали быстро от этих контрактов избавляться. И, наверное, проблема в огромной доле вот этих квази-инструментов, ну, я скажу в общем, что финансовые, не производители и не потребители, а как бы финансовые агенты на нефтяном рынке, они как раз из-за их доминирующей доли, там, порядка 93%, они как раз и ввели цену на нефть в отрицательную зону. Альтернатива, просто давай подумаем, что было бы, если бы не было, если бы на рынке были только продавцы и покупатели, ну, те, кто, условно, там, нефтяники, которые перерабатывают нефть, покупают у нефтяников, которые нефть производят. Тогда такая ситуация вряд ли могла бы быть настолько драматичной, потому что есть там себестоимости, есть какие-то косты по хранению и транспортировке, и вряд ли они довели бы до такого состояния. То есть проблема именно в том, что выпущено огромное количество деривативов, и все в них играются просто для того, чтобы заключить пари о том, что сегодня цена такая, а завтра я верю, что цена будет другая. То есть здесь фьючерс выступает в качестве ставки против какого-то другого игрока. И вот как только бэкапы в виде действительных сделок, ну, то есть когда действительные сделки по этим ценам стали невозможны, ведь и поняли, что объем настолько колоссальный, то цена его ползла в отрицательную зону. То есть все очень сильно, наверное, испугались, вынуждены перекладываться из экспирирующего фьючерса в более поздний. Просто мы, может быть, увидим это еще, и через месяц, и через два, и так далее. И не только по WTI, и, может быть, увидим это и в бренде. Ну, на самом деле, я согласен с тобой. В принципе, живой рынок с точки зрения спотовых поставок, он живет в некоторой степени не в полной связи с фьючерсом, потому что, если мы посмотрели, я не смог найти сходу lots data, то есть эффективную настоящую цену, по которой отправляется нефть. Она живет часто с... То есть там таких цен не было на живой нефти, которая будет живым образом куда-то поставляться, которая считается в среднем по миру. Там как раз все вполне себе комфортно будет. То есть это фактически два рынка, которые, да, друг с другом знакомы, в моем понимании, по крайней мере. Я не занимаюсь structure-инструментами, никому здесь инструментом, мы больше занимаемся валютами и процентными ставками. Но в моем понимании, то есть, да, они коррелированы, но не являются полностью друг другом. То есть с фьючерсом это был технический момент, который в меньшей степени повлиял на реальные поставки. Потому что действительно, что этот фьючерс контактируется с какой-то определенной поставкой в одном определенном месте, хотя действительные поставки, они распределены очень широко по миру. Вот. Да, давайте, наверное, ОПЕК, что у нас произошло, почему взорвалась сделка и что значит новая сделка. ОПЕК плюс соглашение, которое было после 2014 года, когда появилось значительное количество сланцевой нефти на рынке, что увеличило резко предложение, спрос остался неизменным, цены резко пошли вниз. Также Саудовская Аравия решила, что она будет очень много добывать нефти для того, чтобы сланцевая нефть перестала быть выгодной. По какой бы то ни было причине, в конце концов, производители приняли решение, что, ну, наверное, все-таки мы снизим все вместе добычу для того, чтобы нефть обратно подорожала. Ну, и она подорожала. Например, вот декабрем она стоила 70 долларов, что в новой реальности очень много. Но с приходом вируса и обсуждением того, что добычу надо еще снизить, потому что падает спрос, Россия сказала нет. Ну, почему Россия сказала нет, вопрос сложный, кто принимал конкретное решение, тоже вопрос сложный, какой-то отдельный глава отдельной госкорпорации, или он отдельный глава госкорпорации уговорил все правительство, или же все принималось над правительством. В общем, до конца доподлинно неизвестно. Но в любом случае, Россия отказалась снижать потребление дальше, производство нефти дальше, что привело к разрыву сделки. Соответственно, Саудовская Аравия моментально значительно нарастила добычу на падающем спросе. Цена на нефть условная. То есть обычная цена, которая будет действительно куда-то поставлена, обычная нефть, которая будет действительно куда-то поставлена, она стала стоить очень мало, потому что ее стало очень много, и спрос еще падает, поэтому она никому не нужна. Вот, собственно, была идея в том, что данная сделка была развалена, потому что сейчас в России есть крупнейший производитель, это США, который в этой сделке не участвует. Что несправедливо. Почему Россия и Саудовская Аравия должны снижать свое производство, в то время как американской нефти все больше и больше, и она занимает рынки, которые раньше были Россией, Саудовской Аравией. Ну, наверное, не очень понятно. Идея развала этой сделки была в том, чтобы США подключились к этой сделке. Ну, в принципе, в конце концов, это произошло сейчас на каких-то условиях более или менее дискуссионных, но в любом случае США участвовала в обсуждении новой сделки. Новая сделка согласована. Как она долго просуществует, насколько она эффективна, мы узнаем в скором будущем. Будут ли дальнейшие уступки со стороны США с точки зрения снижения цен на нефть, но в любом случае это был существенный прорыв. С точки зрения того, на какие уступки, с точки зрения снижения добычи пошла расти, вопрос дискуссионный. Да, действительно, мы снижаем много, да, действительно, мы снижаем много относительно абсолютного уровня, который был у нас до окончания предыдущей сделки, чем в Саудовской Аравии. Но в любом случае в сделке есть новый игрок, дискуссия начата, и что-то будет происходить дальше. Из интересных вещей, вот просто, мне кажется, очень забавных, с точки зрения сделки ОПЕК, был случай с Мексикой, потому что всем казалось бы, что Мексика – это какая-то маленькая страна, которая мало нефти производит, и зачем вообще существенно ее слушать. Но Мексика отказалась подписывать какие бы то ни было сокращения со своей стороны, просто потому что Мексика накупила много финансовых инструментов на нефть, которые позволяли ей забыть практически о своем производстве, просто получать существенное количество средств от того, что цена на нефть очень низкая. Мексике неинтересно участвовать во всех этих картельных сговорах, просто потому что Мексика каждый год тратит порядка миллиарда долларов на то, чтобы цена на нефть для нее не стоила меньше, чем определенный уровень, ну, скажем, 40 или 45 долларов. Поэтому в Мексике все равно нефть стоит 45 долларов или 2. Ровно поэтому Мексике удалось переложить основную часть снижения производства нефти на США, потому что они заранее заботились страховкой на случай данного аврального снижения цен. Фактически Мексика является королем в данной ситуации, которая может диктовать твои условия огромным экспортерам и говорить, что, ну, если вы хотите снижать, снижайте вы, я здесь совершенно ни при чем, у меня уже все защищено, у меня все застраховано. Так что ОПЕК плюс действовать будет, возможно, его будут пересматривать, если падение спроса будет усиливаться, но посмотрим, что произойдет. Ну и кратко несколько вопросов того, что, как у нас происходит с точки зрения цены на нефть и почему, возможно, некоторой госкомпании было интересно существенно нарастить добычу, кто получает выгоды от нефти. Все достаточно у нас структурировано на данный момент. Нефть добывается из земли и продается за рубеж. Та цена, которую получает компания от этой нефти, она с нее платит какой-то налог. Налог — это НДПИ. Он рассчитывается как мировая цена на нефть, как затраты компании, как цена на нефть минус затраты компании. То есть фактически весь излишек забирает себе государство. Фактически для компании все равно, нефть стоит сейчас 30 долларов или 60 долларов. Все равно компании нефтяной оставят только то, что более или менее покрывает ее издержки. Все остальное окажется в бюджете, что уже дальше уйдет либо на сам бюджет, либо в наш фонд национального благосостояния, то есть на сбережения. В зависимости от того, какая отсечка стоит внутри нашего бюджета. То есть как откалиброван данный процесс и куда в итоге уйдут сверхприбыли. То есть ключевой интерес наших... Да, все не настолько прямолинейно и все не настолько просто, но в принципе все сверхдоходы уходят в государство, которое выбирает либо между тем, чтобы их потратить, либо тем, чтобы их сберечь. То есть компании от высокой цены на нефть не находятся в стадии огромного выигрыша и не очень этому радуются. Собственно, в принципе, как и наш бюджет, который будет тратить эти деньги, потому что если у нас очень высокие цены на нефть, даже наш бюджет не получит очень много средств, эти деньги не распределятся по всей стране, они просто будут сохранены в фонде национального благосостояния. Поэтому фактически, ну если так посмотреть на это, то компаниям цены высокие на нефть, ну не очень интересные. Нашему бюджету цены высокие на нефть, ну, наверное, интересные, но тоже не очень, потому что он от них не то, чтобы очень сильно выиграет. А кто такой ФНБ, мы не знаем. Вот вопрос того, как у нас распределяются средства в России от нефти, того, что у нас происходит с резервами, да, это ФНБ, в которой сберегаются средства, полученные, настоящие, и резервы нашего Центробанка. Резервы Центробанка, они огромные, порядка 600 миллиардов долларов, просто цифра. ФНБ сильно меньше, порядка 100 миллиардов долларов, если я ничего не путаю, цифры не уверен. Ну, в общем, в любом случае, существенно ниже. Зараты резервы Центробанка нельзя ни на что потратить, потому что эти доллары у Центробанка появились от того, что он взял доллары с рынка, и вот красной кнопкой в подвале создал много рублей, и отдал их на рынок. То есть фактически он забрал какое-то количество долларов. Если эти доллары взять и на что-то потратить, доллары, которые лежат у Центробанка, то фактически он напечатает какое-то количество рублей, потому что он забрал доллары, положил рубли, а теперь он еще и вернет доллары. То есть как в экономике были доллары, так они там и останутся. Просто появятся лишние рубли, которые он напечатал. Соответственно, учитывая, что у нас высоко монополизированная экономика, у нас быстро меняются цены, и у нас происходит существенная дискриминация потребителя, и глобально наша экономика сравнительно, как уже говорилось, экспортно-ориентированна, то у нас будет резкий скачок инфляции. То есть важно различать доллары, которые лежат в Центробанке, и доллары, которые лежат в Фонде национального благосостояния, которые как раз можно тратить. Потому что это те доллары, которые получили, и эти доллары спрятали, спрятали в какой-то фонд. Вот ФНБ тратить можно, а резервы Центробанка можно тратить только на поддержание курса рубля. Ну, иначе, в общем-то, как мы себе представляем, процессов нарушается. Ну и, наверное, последнее, подходя к концу, того, что мы ждем, что, возможно, было стоило ждать относительно рынка и прочего. Самое важное — это то, что этот вирус очень похож на испанку, очень похожая виральность, сравнительно похожая смертность. Поэтому, возможно, еще вторая волна, третья волна, и неизвестно, какая волна будет какой, до тех пор, потом появится вакцина и какой-то иммунитет у всей популяции. Поэтому ждем, от чего непонятно. С точки зрения финансовых рынков, самая главная озабоченность — это того, то, какие будут убытки у компаний во втором квартале. Сейчас будет выходить скоро отчетность за второй квартал, и мы поймем, насколько на самом деле глубок кризис, насколько на самом деле плохо отреагировали компании на это. Порой третий квартал — вот ключевой вопрос того, насколько трейдеры правильно угадали, что будет с будущими прибылями компаний. Может быть, правильно, может быть, неправильно, неизвестно. Но потенциально это может быть еще один сценарий паники, когда всем будет очень страшно, ну и все, побегут, не знаю, покупать доллары. Вот, соответственно, в таких случаях обычно курс рубля вырастает, все не очень комфортно становится. Ну и третий пункт с точки зрения вот всех рыночных показателей и всего прочего, очень сложно давать какие-то прогнозы в будущем, потому что такие вещи, как курс рубля, стоимость, ожидаемые будущие прибыли, все уже заложено в цене. По сути дела считается, что вся информация, которая есть на рынке, она уже в цене. Если мы вернемся к экономике, и посмотрим на будущее прибыли компаний крупнейших США, вот на который мы смотрели изначально, который упал, который упал как раз из-за кризиса вот здесь. Фактически, ой, фактически все уже считают, что уже понятно примерно, что будет дальше с какими-то карантинами, возможно, их ослабление, возможно, действительно сработают американские средства поддержки экономики, возможно, будет вакцина, возможно, еще что-то будет, поэтому все считают, что все запустится в долгосрочной перспективе, и данное позитивное настроение, которое, собственно, есть на рынках уже какой-то период времени, оно сохраняется. Ну, собственно, вот поэтому у нас все от точки нижайшей, которая была вот в конце марта, все немного увеличилось вверх. Сейчас, если выяснится, что вдруг где-то в США появляется вторая волна, и она существенна, и опять продолжается карантин, и jobless claims, они опять растут вверх очень сильно, возможно, будет очередная волна паники, и все резко пересмотрят ожидания и подумают, о, нет, все будет очень плохо, рынок будет падать очень сильно дальше, ну, и, соответственно, все индексы упадут вниз. Если бы кто-то знал ответ на то, что будет, он бы заработал невероятное количество средств, потому что он бы заключил контракт, точно зная будущую цену. Этого не знает никто. Поэтому рынки как-то вот так финансовые живут, пытаясь показать что-то, что будет, и, в принципе, лучшим по таким вещам, прогнозам на завтра является то, каком уровне они работают сегодня. Ну, если предположить, что, в общем-то, все работает эффективно. Да, есть какие-то неэффективности, их изучают, на этом зарабатывают средства какие-то инвест-компании, но это часто очень сложно, очень мультиматизировано.